Чайное дерево. Семейство миртовых. Чайное дерево, невысокое деревце или кустарник с игольчатыми листьями. Родина чайного дерева Австралия. У эфирного масла чайного дерева тепкий, пряный, камфорный запах с едким лекарственным оттенком. Его хорошо сочетают с большинством пряностей и трав. С лавандой, сосной, эвкалиптом. Действие эфирного масла антивирусное, антисептическое, бактерицидное, заживляющее, отхаркивающее, противогрибковое, противомикробное, стимулирующее. Чайное дерево является самым лекарственным из всех эфирных масел. Обладает мощнейшим антимикробным воздействием на все три вида организмов, распространяющих инфекции. На бактерии, на вирусы, на грибки. Испаряемое с помощью аромолампы эфирное масло чайного дерева особенно хорошо препятствует распространению инфекций воздушных путем. Его выраженные иммуностимулирующие качества делают его настоящим союзником в борьбе со многими болезнями и недугами. В целом его действие можно охарактеризовать как проникающее, лекарственное и стимулирующее. Вагиниты, лихорадка, стопа атлета, герпес, укусы насекомых, прыщи, акне, небольшие повреждения кожи прекрасно лечатся маслом чайного дерева, наносимым на пораженные участки. Паровые ингаляции с этим маслом препятствуют развитию простуды и гриппа, способствуют выздоровлению и снимают симптомы. Частное чайное дерево в составе массажных смесей и масел для ванн укрепляет иммунную систему и помогает при продолжительных и долго протекающих болезнях. Психологически чайное дерево укрепляет и согревает. Его специфический лекарственный аромат можно сделать более приятным, если использовать это масло в композициях. Чайное дерево вселяет энергию в ум, тело и душу. Оно придает сил тяжело больным людям и укрепляет тонкие энергии. Не используйте масло чайного дерева при слишком чувствительном коже. Всегда разбавляйте его с базовым. Не добавляйте более 4 капель в ванну и 2% в массажные смеси. Избегайте прямого контакта масла с кожей. Наносите только точечно на прыщи, бородавки и герпесные язвочки.